Если вы, как и я, любите сериалы, то вам определённо стоит узнать о новом ютуб-канале под названием «Серийный человек». Его автором является создатель знаменитого одноимённого телеграм-канала. Автор канала работает в этой сфере и всегда может посоветовать, что посмотреть. Сегодня у него на канале выходит ролик с самыми ожидаемыми сериалами этого года. «Игра престолов» через месяц закончится, а сериалы хочется смотреть всегда. И «Серийный человек» сможет подсказать, что посмотреть потом, да и ещё во всех подробностях, в виде обзора на каждую новинку. В общем, ссылка на «Серийного человека» в описании, переходите и подписывайтесь. Валар Моргулис, друзья! Помимо захватывающих событий «Игры престолов», за которыми мы все так пристально следим, мир, в котором всё это происходит, заслуживает не меньшего внимания. Ведь он огромный, детально проработанный и переполнен загадками, на которые нет точных ответов. И нам стоит довольствоваться лишь теориями и частичными ответами, что в какой-то мере заставляет всё больше и больше погружаться в эту вселенную и пытаться узнать о ней всё, что только можно. Данное видео будет посвящено чудесам мира льда и пламени. Ранее в Эстеросе был знаменитый путешественник, Ломас Странник. Он объездил большую часть известного мира и написал об этом несколько книг. Чудеса, в которые он описывал природные чудеса, и рукотворные чудеса, рассказывающие о землях и странах, где побывал Ломас. И, собственно, о чудесах. Только в отличие от первой книги, в этой идёт речь о чудесах, сотворённых руками человека. Мы рассмотрим как рукотворные чудеса, так и природные, но только для одного видео это слишком много информации. Поэтому сегодня будет рассказ только о рукотворных чудесах, а о природных будет отдельный ролик. Рукотворные чудеса Ломаса Странника – одна из любимых книг Тириана Ланнистера. Он однажды даже цитировал её. Боги создали семь чудес, а смертные создали девять. Так что же это за чудесное сооружение? Начать наш список, конечно же, стоит из стены. Древнего защитного сооружения на севере Вестероса, отделяющего семь королевств от диких земель за стеной. Это колоссальный ледяной вал около 200 метров высотой, протянувшийся почти на пять сотен километров по северной границе Семи Королевств, от Теснины на западе до Тюленево залива на востоке, практически от моря до моря. Стена – одна из старейших построек Вестероса, ей уже 8 тысяч лет. Считается, что она была воздвигнута легендарным Бранденом-строителем для защиты людского рода от иных, чудовищных созданий, появляющихся в долгие зимы и убивающих всё на своём пути. Считается, что основание стены выстроено из камня, но так ли это – проверить сложно. Снаружи стена ледяная до самого низа, и верх у неё тоже ледяной. Она сделана из больших и очень старых кубов из чистого озёрного льда. После долгой ночи первые люди вырубали из промёрзших озёр огромные блоки, отвозили на санях к стене и по одному водружали на нужное место. Легенды также уверяют, что им в этом помогали великаны, которые с невероятной силой поднимали ледяные блоки. Правда, эти предания рисуют великанов более огромными и сильными, чем они есть на самом деле. Несмотря на то, что значительную часть стены составляет лёд, она сохраняет свою целостность уже тысячи лет и не разваливается даже в самые жаркие лета. Если верить легендам, дети леса вложили в стену свою магию. Следующим объектом восхищения инженерной мысли человека является Бравоский Титан. Огромная статуя, стоящая на страже при входе в залив Бравоса. Высота Титана составляет около 60 метров. Колос стоит широко расставив ноги и уперев их в скалистые берега залива, так что корабли входят в гавань, проплывая под ногами Титана. Сами ноги вырублены непосредственно из чёрных гранитных скал. Выше бёдер статуя бронзовая. Левой рукой Титан опирается на вершину утёса, правой держит сломанный меч. Титан облачён в доспехи, тоже бронзовые, наподобие античного воина. Юбку Птерюгес, нагрудник и полушлем. У него длинные зелёные волосы, сделанные из крашеных пеньковых верёвок. Голова Титана полая внутри, с пещерами-глазницами, и в ней разводят костры, так что горящие глаза Титана видно далеко в море. Внутри Титана устроена сирена. Её мощный рёв подаёт бравскому арсеналу сигнал о том, что в гавань входит корабль. В каменных ногах Титана есть амбразуры для лучников. Старая Нэн, рассказывая сказки о Бравосе, утверждала, что когда к городу приближается вражеский флот, Титан оживает и сходит в море, грохоча каменными ногами. Кроме того, Нэн, явно желая попугать своих воспитанниц Тарков, сообщала им, что Титана кормят маленькими девочками из знатных семей. У дома Бейлиша, выходцев из Бравоса, на гербе ранее была изображена голова Титана. Но Петербейлиш заменил её на более скромных пересмешников на зелёном поле. Лома-странник, путешествуя по миру, не смог остаться равнодушным к валерийским дорогам. Это была не утоптанная земля, не булыжник и не каменные плиты, а сплошная полоса оплавленного камня, торчащая на 15 сантиметров над землёй, чтобы дождь и талая вода стекали на обочину. В отличие от грязных троп, называемых дорогами в Семи Королевствах, по валерийским дорогам могут проехать три повозки в ряд, и им не страшны ни время, ни колёса. Они всё так же надёжны и неизменны, даже спустя 400 лет после того, как Рог погубил Валерию. В свой список девяти рукотворных чудес света Ломас включил и дворец Тысячи Покоев, ныне разрушенный дворец в городе Вайскхэва в Датракийском море. Когда-то это здание служило резиденцией великих царей Сарнорского царства, а город был самым знаменитым из сорнорских городов и носил другое название – Сарнат или Сарнат Высокобашенный. Хотя правитель Сарната и звался великим царём, этот город был не столько столицей Сарнорского царства, сколько первым среди равных. Правители других городов обладали большой независимостью. Тем не менее, когда после падения Валерии из степей появились датракийцы, Сарнат стал центром объединения. Мазур Алексий, последний великий царь, собрал под стенами Сарната огромную армию, надеясь раз и навсегда разделаться с разбойными Кхалами. Эта армия была разбита на Вроньем поле, на полпути между Сарнатом и Касатом. Спустя две недели Кхал Лоса Хромой захватил сам Сарнат и предал его огню, не пощадив даже великолепный дворец Тысячи Покоев. В дальнейшем Сарнат стал известен под датракийским названием Вайскхэва – город червей. Побывав в Норвасе, Ломас не смог не отметить его знаменитые колокола. Норвас – теократия, управляемая так называемыми Бородатыми Жецами. Звон этих колоколов управляет всеми сторонами городской жизни. Город разделен на две части. Верхний стоит на стометровых утесах, где стоит крепость Храм Бородатых Жецов, и нижний – у берегов реки. Колокола Норваса даже имеют свои имена – Нум, Нара и Неэль. Они являются неотъемлемой частью повседневной жизни города. Звон колоколов пробуждает горожан и сообщает им о времени отхода ко сну, говорит им, когда отдыхать и когда работать, когда молиться и даже если верить источникам, когда заниматься любовью. Каждый Норвасец с рождения знает звон каждого из колоколов и что этот звон означает. Подробнее о Норвасе можете посмотреть в отдельном видео, ссылка на которое будет в описании. Кварт – старый и богатый портовый город на востоке Эсоса. Он находится в стратегически важном месте – на берегу пролива Нефритовые врата, между Летним и Нефритовым морями, на пересечении важнейших торговых путей. После Рока Валирии другие города квадейцев были разорены кочевниками-дотракийцами. Кварт единственным из всех устоял благодаря мощным стенам, защищающим город. Именно эти стены Лома-странник отметил как одно из чудес мира. Кварт окружен тремя стенами. Внешняя – 9 метров из красного песчаника. На ней вырезаны животные – змеи, коршуны, рыбы, волки, зебры и слоны. Ворота окованы медью. Средняя – 12 метров из серого гранита. На ней изображены оружие из цены войны, сражения героев и мертвые тела. Ворота окованы железом. Внутренняя – 15 метров из черного мрамора. На ней изображены обнаженные люди и плотские утехи. Ворота окованы золотом и усеянные алмазами. Валантис – один из 9-ти вольных городов, самый старый и крупный из них. Валантис стоит в устье Великой реки Ройны на юго-западе Эсоса. В прошлом он был центром торговли между валерийцами и райнарами. После рока Валерии Валантис, старшая дочь Валерии, попытался силой подчинить другие вольные города, но потерпел поражение. Тем не менее, под его властью все еще находятся огромные территории на Ройне и меньшие города, такие как Валантерис, Валисар и Селорис. Хотя у Валантиса и нет драконов, его правители гордятся чистотой валерийской крови, а здешние порядки больше всего напоминают о старой Валерии. Исторически сложилось, что город образовался на двух берегах Ройны. Из-за высоких приливов и сильного течения было трудно пересекать реку, поэтому через несколько лет Триарх Вхаласа Щедрый распорядился навести мост через реку. Из-за этих же приливов и течений, а также ширины реки, строительство стало сложной задачей, что заняло более 40 лет и потребовало миллионных вложений. Триарх Вхаласа не дожил до конца стройки, но после ее завершения с длинным мостом не сравнится больше ни один мост в мире. Говорят, что он достаточно прочный, чтобы выдержать вес тысячи слоноб. Длинный мост Валантиса Ломас также включил в свой список. Справедливости ради стоит упомянуть о мосте Мечты, расположенном в райнарском городе Горести. Он больше длинного моста Валантиса, но на данный момент мост Мечты, как и город, возле которого он стоит, находится в полуразрушенном состоянии. К сожалению, точно известно только о семи из девяти рукотворных чудес, описываемых Ломасом Странником, и мы их уже рассмотрели. Об оставшихся двух можно только догадываться и строить теории, чем мы сейчас и займемся. Восьмым чудом в книге Ломаса, скорее всего, была Великая Пирамида Гиса. Гис был большим городом, центром могущественной Гискарской империи. На его гербе изображалась Гарпия. Город был уничтожен около пяти тысяч лет назад, в очереде войн с Валерией. Пять раз гискарцы бросали вызов валерийцам, и пять раз терпели поражение, потому что у Валерии были драконы, а у Гиса нет. Легионы Гиса были разбиты, а город разрушен пламенем драконов. Великая Пирамида Гиса – главная и самая высокая из пирамид Гиса, насчитывающая 33 уровня. Это число считалось в Гисе священным. В настоящее время пирамида лежит в руинах, населенных одними мышами и пауками. Ломас Странник посещал ее разрушенные чертоги из Алого Мрамора, поэтому можно с большой долей вероятностью утверждать, что она попала в его книгу. Позднее в подражании этой пирамиде была построена Великая Пирамида Мейрина. А вот претендентов на девятое место в списке чудес будет несколько. Башня Хайтаор – самое высокое сооружение на всем Вестеросе, даже выше стены. На вершине башни горит маяк, издревле указывающий морякам путь в порт Староместа. Башня стоит на острове Битвы. Неизвестно, почему остров Битвы так называется, и что за битва на нем произошла. Местные легенды утверждают, что на острове Битвы будто бы жили драконы, пока основатель дома Хайтауэров не положил этому конец, но неизвестно, так ли это было. Крепость на острове – квадратное сооружение из гладкого, словно бы литого черного камня, служащее основанием высокой башни, напоминает валерийские сооружения в Эсосе. Но неизвестно, действительно ли этот форпост принадлежал валерийцам, и почему был заброшен. В отличие от валерийских фортов с прямыми коридорами, этот – настоящий извилистый лабиринт, и здесь нет никаких украшений и изображений. Следующим достойным претендентом Списа Гломаса являются пять крепостей. Линия громадных крепостей из массивных черных плит, выстроена между кровоточащим морем и утренними горами. Пять крепостей старее, чем сама Золотая Империя Ити. Некоторые говорят, что их воздвиг сам же Мчужный Император на зре Великой Империи, чтобы не пускать льва ночи и его демонов в землю людей. Каждая из крепостей настолько велика, что способна вместить в себе до 10 тысяч воинов, а стены каждой высоты достигают 300 метров. Путешествуя по Эсосу, Ломас Странник был в восторге от городовитийцев. С его слов, ни один город Запада не может сравниться с городами Ити, ни по размерам, ни по великолепию. Даже их руины затмевают любые наши, так написал Странник, а руины в Ити повсюду. Поэтому можем предположить, что какой-то из городов Ити также мог попасть в список чудес Ломаса. Какое бы из возможных строений Ломас не включил в список рукотворных чудес мира, он бы не ошибся, так как они все прекрасны и достойны считаться чудом. Не стоит ограничивать список лишь девятью пунктами. Напоминаю, что в одном из следующих роликов мы поговорим уже о чудах природного происхождения, так что подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и не забывайте ставить лайки. А если хотите поддержать развитие канала, становитесь патроном Черно-Белого дома. Выражаю благодарность действующим патронам. Фрау Холли, Нейрон, Симдиара Пола, Ринчи, Константину Лосу, Ивану Печерице, Ярославу Админу, Сарухану Ахмеджанову и Давиду Зальсману. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok